Пятый канал представляет Дима, Дима, иди сюда. Ну что, я на работу опаздываю. Дима, я хочу сказать... Не могу. Наговорилась. Короче, вот. Это что такое? Смотри. Вы меня пугаете. Это что, квартира? Ну, там остались некоторые формальности, и потом она твоя. Так. Нет, уважаемые родители, мы так не договаривались. Вы же знаете, что на квартиру я коплю сам. Дима, это подарок. О подарках не договариваются. Ну, ты накопил какую-то сумму, это прекрасно. Там еще валивать и валивать, Димочка. Дом практически новый, половина только квартиры заселены. Короче, с нас стены, с тебя косметика. Что? Я даже не знаю, что сказать. Дима, а что тут говорить? Кухонный гарнитур мы привезли. Кровать тоже. Кстати, там есть встроенный шкаф. Ну, что теперь делать? Что делать, что делать? Немедленно ехать смотреть твою новую жилплощадь. Вот что делать. Вы сумасшедший. Есть немного. Поцелуй, мать. Я вас обожаю. Мам, ну ты чего? Дима. О, девушка, здравствуйте. Здрасте. Скажите, а вы здесь живете? Да. А вы заселяться? Да. Вы код от домофона не подскажете? А их пока нет домофонов. Дом новый просто. А, понятно. Меня, кстати, Дмитрий зовут. Паулина. Как? Паулина. Очень красиво. Спасибо. У меня 21 этаж. 20. О, здорово. Выходит, мы соседи? Да. Привет, сосед. Привет. Удачного новосемья. Спасибо большое. Пока. Счастливо. Ладно. Ну, и где ты шляешься? Ты о чем? У меня не было полчаса. Мне Леша, то есть твой отец, сказал, чтобы я следила за твоим поведением, пока его нет. Ты за своим лучше последи. Ты мне не мать. Это во-первых. А во-вторых, ты старше меня всего на пять лет. Так что не надо меня жизнь учить. Угу. Вот он завтра вернется из командировки, и я ему скажу, что ты мне хамишь. Обязательно. И про Стаса не забудь рассказать. Что? Думала, я не знала? Машка. Машка. Паулина. Паулина! Папа, я не убила. Папа, я не убила. Я полицию вызываю. Папочка, папочка, я не убила. Папочка, я не убила. Папочка, я не убила. Ну, судя по сечению раны, очень даже может быть. Так, давайте по порядку. Смерть наступила около четырех часов назад. Одно проникающее ранение прямо в сердце. И судя по расположению тела и отсутствию следов сопротивления на руках и под ногтями, убили ее, скорее всего, спящей. То есть она даже проснуться не успела. Сомневаюсь я, что эта девушка, как ее там, Паулина, убила собственную мачеху. Видишь, Юрич, уже соседку выгораживает. Правильно, Дима, с соседями надо дружить. Ха-ха-ха. Что она, убила и уснула на месте преступления? Ну, он, отец говорит, что они осудились часто. Так что вполне могла в порыве гнева убить. Потом испугала Созейнова и упала в обморок. Вот и все. Паш, удар нанесен точно в сердце. Расчетливо. Убийца прекрасно себя контролировал. Юрич же говорит. Ну, Юрич много чего говорит. Ну, ладно. Это все психология против фактов. Пойдем еще с соседями твоими пообщаемся. Паулина, еще один вопрос к вам. Вы случайно в детстве со манабулизмом не болели? Почему? Во сне не ходили? Нет, нет. Я нормальная. Нормальные убийцами не становятся. Так, тихо, тихо, тихо. Рано делать такие выводы. Кто убийца, это решает только следствие и суд. Паулина, но тем не менее, вам придется проехать со мной на освидетельствование. Сделаем анализ крови и проверим ваше психическое состояние. Хорошо. Ну, и вас, Алексей. Я попрошу на время следствия из города не отлучаться. О чем вы говорите? Куда я теперь отлучусь? Володя, что у нас есть на Паулину? Вот, Андрей Борисович. Михайлова Паулина Алексеевна, 20 лет. Студентка Санкт-Петербургского фармацевтического колледжа. Учится хорошо, ее педагоги и студенты характеризуют положительно. А что по экспертизе? О, там вообще много чего интересного. Значит, на ночной рубашке Паулина обнаружены пятна крови. Но они не такие, как если бы кровь брызнула из свежей раны. Такое ощущение, что кто-то специально окропил эту рубашку кровью. Во-вторых, в спальне кровавые следы босых ног. Но они смазаны, поэтому экспертам удалось установить точный размер ноги обладателя. И также есть свежие замывы полов с использованием моющих средств. Ну, пожалуй, это все. Да, прям как в сказке. И что, следов злоба в квартире нет? Так точно. А кто еще мог оказаться в этой квартире? Ну, отец семейства, Алексей Михайлов. Володя, что у нас есть на отца? Вот он, Андрей Борисович Михайлов Алексей Аркадьевич. 47 лет, занимается оптовыми поставками фармацевтических препаратов для сети аптек «Фармастик». Его первая жена, ну, мать Паулины, умерла 10 лет назад от инсульта. Ничего себе. Так подождите, а не слишком ли много смертей вокруг него, не Оля, убийца? Тимур. А чего? Ну, камеры-то не работали. Он мог в любое время в квартиру прийти. Так, но есть время звонка в полицию. И чего? Ну, вот Тимур прав, здесь есть некоторая нестыковочка, потому что если он позвонил в полицию сразу после обнаружения Марии, то он, получается, очень долго ехал от вокзала до дома. Как минимум час куда-то выпал. Ну, это значит, надо проследить перемещение этого Алексея с того момента, как он приехал в Питер из Москвы. Ну что, каков мой приговор? Да, слушай, нет никакого приговора. Эксперсиза показала, что у тебя в крови ничего не обнаружено. Ни алкоголя, ни снотворного, ни психотропов. Ну и самое главное, психиатр дал заключение твоей вменяемости. Это хорошо? Ну, и да, и нет. До сих пор непонятно, как ты оказалась в спальне Марии. Или ты что-то вспомнила? Нет, я спала, как убитая. Неудачно выразилось. Да, но есть и хорошие новости. Как я и думал, экспертиза показала, что убийцей ты быть не можешь. В квартире был кто-то третий. И этот кто-то протащил меня в комнату Марии и устроил эту инсценировку? Угу. Наверное, мыслишь. А можешь мне телефон вернуть? Мне позвонить надо. Очень. Да, конечно. Подержи. Да, все, я тебе возвращаю. Пожалуйста. Паулинка, привет. Ты куда пропала? Да, привет. Слушай, тут такая ситуация. В общем, Марию убили. Меня подозревали, но все обошлось. Вот. В общем, я домой не хочу сражаться. Ох, блин. Понимаешь, я бы тебя приютила, но... Да мы вдвоем с мамой еле-еле. Да, я понимаю, я понимаю. Все нормально. Я разберусь. Ну, давай. Звони, как устроишься. Давай, пока. А почему ты домой возвращаться не хочешь? Знаешь, собственно, отец подозревал меня в убийстве и даже ни разу не усомнился. Как-нибудь теперь с ним жить? Ну, да. Ну, если хочешь, можешь у меня перекантоваться. Серьезно? Да и не разувайся, проходи. Вот такие, в общем, хоромы. Ты разместишься в спальне, а я себе раскладушку привезу. Вот это я сейчас сниму. Тут даже вон вода есть. Так что, в общем, жить можно. Спасибо. Ты просто ангел. Ой, да перестань ты. Какой я ангел? Кому ты все время названиваешь? Да отцу. Он куда-то пропал, а мне вещи надо забрать. Ключи у него. Ага. Как-то не вовремя он пропал. Ладно, я поехал за раскладушкой, а ты тут обживайся. Дверь закрой за мной. Паулину Михайлову подозревают в убийстве мачехи Марии. Однако экспертиза устанавливает, что Паулина не могла быть убийцей. Под подозрение попадает отец Паулины Алексей Михайлов. Телефон Алексея не отвечает. Ой, я не понимаю, зачем тебе раскладушку-то? Папа, потому что постель занята. Я же все-таки джентльмен. Дим, может, все-таки у нас останешься? Мам, ну я же говорю, девушку подставили. Ей может угрожать опасность. И ты должен ее охранять. А кто еще? Ну ладно, хоть интересное. А? А? Слушай, смотри, Ганя неплохо получилась. Ну, она тебе состряпала из того, что было. Не прибедняйся. Папа так и не позвонил. Ну ладно, ты не расстраивайся. Может, мне все так плохо. Скажи, а кто мог желать смерти Марии? Да там бы целая очередь выстрелась. Любовники были? Ну, одного я точно знаю. Я как-то шла домой из колледжа. Заруби себе на носу. Стас мой мужчина, поняла? А ты не суй свой нос в чужие дела. Стас! А я вижу, вы познакомились уже, да? Давайте базар прекращаем. Я вообще ничей, понятно? Вика, на, садись. Поехали. Маш, а тебе я завтра позвоню. Вот честное слово. Завтра, хорошо? Вроде Стас. Он ее инструктор в автошколе. Она, видишь, мне возжелала научиться водить машину. Расскажи-ка о ней вообще поподробнее. Ну, она из Колпина. Из неблагополучной семьи. Я уже не знаю, чем она занималась в то знакомство с отцом. Ей 25, папе 47. Он постоянно по командировкам. Ну и... Отец знал о ее похождениях? Нет. Ну, я ей не рассказывала. Не хотела сердце разбивать. А ты не в курсе, что за Вика? Ну, я не знаю. Ну, у Стаса таких век, как у дурака Фантиков. Так, ну все. Мужики, договорились. Сегодня жду вас вечером. О-о-о! Намечается новоселье. Ну, практически. Доброе утро. Доброе. Доброе. Ну, что у нас по пропавшему фармацевту? Значит, смотрите, Андрей Борисович, я завел данные машины Алексея в систему дорожных камер. Так. Получил видео. Вот, смотрите. Вчера днем машина Алексея заехала по этому адресу и до сих пор находится там. Но самое главное, в день возвращения из Москвы Алексей тоже приезжал сюда. А кто у него там? Любовница? Не знаю. Ну, что, убил жену? И сразу к любовницам? Ну, а почему нет? Ну, я к тому, что, если он прозревал любовницу в смерти жены, то поехал разбираться. Как вариант. Ну, да. Ну, не знаю. Мне кажется, что самая перспективная фигура это все-таки Станислав. А фигура у нас в шахматах. Как говорится, раз-два и в дамке. Да, но дамки это в шашках. Дим, я сам знаю, где шашки и где дамки. Не смею спорить с начальством. Ты пробил Станислава? Да, пробил. Вот он, Петров Станислав Федорович, 27 лет, не женат, бывший автогонщик, правильно она тебе сказала, он работает инструктором, в автошколе умелый ездок. Какой? Умелый ездок. Значит, в криминале замечен не был. Но есть нюанс. Со съемной квартиры он съехал, а на новой не зарегистрировался. Так что не знаю, где его искать и телефон у него пока выключен. Значит, Паша, Дима в автошколу, Тимур, Антон за фармацевтом. Все, так сказать, по фигурам, по шашкам и по дамкам. Есть по дамкам. Уверен, что надо продолжать. Чтобы работать, я должен оставаться трезвым. Абсолютно. Иначе я сойду с ума. Здравствуйте. Капитан Бубнов. Старший лейтенант Ветров. Алексей, а что же это вы от следствия-то скрываетесь, а? Я не скрываюсь. Вот он и этот тот. Да? А телефон-то что отключили? Замучили соболезнования с работы. А сердце и так разрывается. А вы кто? Яковлев Самсон Витальевич. Бывший одноклассник и друг Алексея. Алексей, а скажите, после командировки вы сразу поехали к Самсону, а не домой, так? Да. Так я вам все объясню. Я скульптор. Довольно известный. Если вам интересно. Конечно, интересно. Алексей заказал мне надгробный памятник для своей первой жены. Я написал Алексею, что работа готова. Не терпелось посмотреть. Да. Все так. Мы с женой любили друг друга. Были счастливы. Она родила мне дочку. И я как бы... Как вам это сказать? Извините. Потому что женились в очередной раз. Вот именно. А пришлось заказывать памятник для второй жены. Я так понимаю, что памятник можно ставить не раньше, чем через год, когда грунта сядет. Прежде чем памятник поставить, его сперва сделать надо. Я не халтурщик. Я художник. Работаю медленно и вдумчиво. И говорите тоже. Вот и я приехал к Самсону. Поговорили, подумали. Помянули в покойницу. И я берез ее фотографии. Понятно. Ладно. Но на будущее. Давайте, ребята, без глубоких вливаний. И оставайтесь на связи. Телефон не выключайте. Проверю. Я все понял. Все. Стой. Простите. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Майор Шапошников. Капитан Красавченко. Из ГИБДД. Внимательно читайте. Ага. Чем могу быть полезен? Ну, вы сами представьте сначала. Директор автошколы. Ермолаев Леонид Савельевич. О, мы как раз к вам по адресу. Нас интересует Стас Петров, ваш инструктор. Где он? Меня тоже интересует, где этот бабник. В смысле? Ну, крутит роман с одной из учениц. Пропадает с ней где-то. Дозвониться до него не могу. У него занятия. А ученицу случайно не Виктория зовут? Виктория. Ага. А фамилия есть у Виктории? Исицына. А личные дела? Подоговорки покажутся? Да, сейчас посмотрю. Вот, пожалуйста. Прямо в телефоне. Надо же, а? Так, если Стас появится, вы, пожалуйста, позвоните. Вот по этому номеру. Сделаем. Ну что, место работы есть? Виктория Лисицына. Место работы. Тренер. Спортклуб Геракл. Также на наших курсах вы научитесь методам преодоления психологического барьера. Помните, страх парализует. Насильник всегда уверен в собственной неуязвимости. Но у него есть слабые места. Здрасте. Мужчина, здравствуйте. Можете мне помочь? То вы мне? Да. Подойдите, пожалуйста. Здрасте. 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 Виктория. Что ж так-то, а? Ну, ладно. Ой, все, 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 все. Стоп, стоп, стоп. Он дает, а? Браво. А между прочим, вы уронили сотрудника полиции. Что ж вы сразу не сказали? Да, хотели вас в деле проверить. Ой, ой, ой. Послушайте, я понятия не имею, где сейчас Стас. Я давно разорвала с ним отношения. Ну, а почему разорвали-то? Стас, что за дела? Ты сказал, что с Марией у тебя все. Но продолжаешь с ней встречаться. Слушай, ты не понимаешь, да? Я у нее денег занял. Много денег. Она тайком от мужа с карты сняла. И много у тебя таких, кому ты должен? Все. Прощай, Альфонс. Слушай. Мы с тобой закончили. Да ну и катись давай. Кататься я тебя хорошо научил. Да уж, низкий поклон низкому человеку. Ты меня многому научила. Где сейчас Стас может быть? Мало ли, у него девушек целый табун, как оказалось. А где его можно встретить? Ну, где он тусуется? Ну, мы с ним познакомились в баре Мистериум. Стас как раз не пьющий, а там очень хорошие безалкогольные коктейли. Он там раньше часто бывал. Доброго дня. Здрасте. Майор Шапошников. Капитан Красавченко. Петровская РУВД. А вы Никита Кузнецова, правильно? Да. Я так понимаю, коктейли вам не наливаю? Нет, почему? Можно. Но не сейчас. Ну, допустим. Скажите, Никита, вот этот молодой человек вам знаком? Знаю, да. Стас. На спортивной тачке гоняет. Алкоголь не употребляет. Что, поет что ли? Да не, просто рябчик люблю. Слушай, рэпер, когда видел Стаса в последний раз? Вчера вечером. Когда делать было нечего. Давай, мужик. Привет. Поехали. А девушку-то опознать сможешь? Ну, я ее только со спины видел. Такая. Не блондинка, не брюнетка. Ну, по-моему, шатенка. Понятно. Ну, так себе рифму. Видео с камер пишется? Пишется на наш сервер. Только... Что только? Только у наружной камеры угол обзора небольшой. Ладно, все, что есть, скиньте, пожалуйста, на этот номер. Скиньте, пожалуйста, вот на этот номер. Только вы запрос пришлите. А то мне шеф мозг вынесет. Запрос не вопрос. Пришлем. Йоу. Да. Андрей Борисович, заходи, Володя. Значит, прислали видео из бара Мистериум. На внешнюю камеру ничего не попало, а вот на внутренней кое-что есть. Смотрите. А вот и он. А в пакете у него что? Наркотики, деньги? Ну, не знаю, Андрей Борисович, но наверняка не витаминки. А что с его телефоном? Известный мне номер не пробивается. Но при такой активной сексуальной жизни у Стаса может быть несколько телефонов. Один, два, а то и больше. Володь, а у тебя сколько телефонов? Один, Андрей Борисович. Молодец. Иди работай. Нет, Андрей Борисович, я вот что хотел доложить-то. Значит, я завел номер машины Стаса в систему, так что надеюсь, что-нибудь всплывет. Володя, Володя. Тут и оно, что всплывает обычно. Алло. А машина, она засветится, проявится. Повтори, Петрович. Понял тебя. Давай. Ну вот. Всплыло. Что? Оно самое. Юрич. Оу. Очень банальный вопрос. Валяй, Тимур. Ну, что у нас? Часики-то тикают. А я тебе, Тимурчик, банально отвечу. Следов насильственной смерти я не наблюдаю. Ага. Похоже на отравление. Что гадать-то, а? Вскрытие покажет. Оно покажет. Да, камер наблюдения у нас нет. Как-то не густо. Да, и пакету, который Стас забрал из бара, кто-то ноги приделал. Убита Мария Михайлова. Молодая жена успешного бизнесмена. В убийстве Марии подозревают ее любовника, инструктора автошколы Стаса Петрова. Стаса находят мертвым в его машине. Из машины Стаса пропадает пакет с неизвестным содержимым. Тимур! Я тут ролик в интернете посмотрел. Ты неправильно затираешь. Да. Иди знаешь куда? Ты хоть один ремонт в своей жизни сделал? А что ты заводишься? А ничего, иди. Ты дело слушай, когда тебе дело говорят. Пошла, знаешь, куда? Да. Тоха, ты неправильно красишь. Я вот посмотрел в интернете, ты справа налево кладешь, тогда мазки останутся. Так, слушай, трудовик, иди ты в интернет. Что вы все зны-то такие? Павел Ильич. А-а-а-а-а. Даже не пытайся. Не, я к тому, что вот вы все правильно делаете. И ты правильно сейчас говоришь. Дима? Скоро. Там уже стол накрыт. Какой стол? Как какой? Праздничный. Ну, новоселье. Ну, давайте руки мыть. Ну что, мужики, а вы думали, я вас что, прокину что ли? Целый стол. Это вы договорились что ли? Ну-ка. Так, Павелин, серьезно? Давай, давай, потом закончим. Ну-ка, целый стол, с ума сойти. Ох, сейчас я поем, наконец. Нет, это ты хорошо со столом придумал, потому что я устал уже работать сколько. Ты-то, конечно, главный работник. О, спасибо большое за завтрак. Мы не сильно вчера гуделить? Неа. Коллега у тебя классная. Ага, лучшая. Ну, кроме ушастого. Да шучу, шучу. Он тоже хороший. У меня вот одна только подруга Варя, и все. Слушай, ты вчера сказала, что много кто желал смерти Марии. А кто конкретно? Конкретно. Так, значит, я завтра с утра в автошколу. Потом мне еще надо на маникюр заехать. Хорошо. Потом в магазин я еще обязательно должна за... Что, не ожидала меня увидеть, гадина? Руки убрала. Эй, девушка. Ты что тут делаешь? Хорошо устроилась, да? Счастлива? Тебе что надо? Я хочу, чтобы ты сдохла. У вас все в порядке с головой? Это кто? Слушай, это моя бывшая одноклассница Исколпина. Ты не обращай внимания, пошли, она все сумасшедшая была. Значит, Анна Исколпина, которая узнала ваш новый адрес. Ладно, проверим. Надеюсь, поможет. А ты с отцом-то поговорила? Не-а. Просто забрала вещь и ушла. Ну что, он даже не спросил, куда? Не-е. Да, странно. Ох, мне уже на работу пора. Пока. Пока. Ну что, друзья, увы, экспертиза вас не обрадует. Смерть Станислава Петрова вызвана интоксикацией организма, повлекшей остановку сердца. Вот только странно, что отравляющих агентов в организме не обнаружено. А у меня сейчас такая интоксикация. Закусывать надо было, Тимурка, закусывать. Да, странно. Моя Люда говорит, что любой яд оставляет след. Только нужно уметь его искать. Да? Вот пойди к нашим экспертам и скажи им, что они профнепригодны. А потом вместе посмеемся. Ой, Дима, ну что у тебя такая за штукатурка-то, а? Извини, Тох. Кузя, а ты нашел Анну из Колпина? Нашел. Вот она, старость Анны Тимофеевны, 25 лет, ей она не замужем, одноклассница Марии, вместе учились с 1 по 11 классом. Ну, тут классическая история девушки с тяжелой судьбой. Так, а давай-ка поподробнее. Ну, а что подробнее? В 17 лет еще в 11 классе она забеременела, ребенка родила, отец с ребенка слился, родители ей не помогали, в общем, ее лишили родительских прав, ребенка забрали в приют, девочку, вот. Она там работала в Колпино посудомойкой, значит, официанткой работала. Три года назад переехала в Питер, здесь снимает квартиру и тоже работает уборщицей компании «Шикблеск». Ну и что, ты думаешь, что она решила обвинить во всех своих бедах бывшую одноклассницу? Подожди-ка, она же шатенка. Какой у нее рост? 165 сантиметров. Ага. Это ты к чему? А может быть, это та самая девушка, которая садилась к Стасу в машину? А где нас сейчас? На работе. Шикблеск? Да. Шикблеск. Тоха, погнали. Только ты за рулем. Ой, вчера за рулем, сегодня за рулем. Не скули. Слушай, тебе кофе бы выпить, а? А мы, Димочка, с тобой, давай-ка съездим в бар. О, узнаем, чем там Стас в подсобке занимался. Да-да-да. А ты что подумал? А где все? Алло, люди добрые? Снова вы? Здравствуйте. Что случилось? Это нам? Ну, если хотите, вам. Держимся, Паша. Держимся. Да, держимся. Скажите, пожалуйста, интересное видео нам прислали. Да, на нем видно, как Стас выходит из вашей подсобки. И так по-свойски, по-хозяйски выходят. Интересно, что он там делал? Слушайте, да, было такое, но никакого криминала. Стас, ты, конечно, с шефом в друзьях, но чем ты там занимаешься в подсобке? Мне проблемы не нужны. Никит, выдыхай. Все пучком. Друзья подтягивают шарики. С веселящим газом. Тем более, я же для себя беру, а не на продажу. Да успокойся ты, я тебе говорю. У вас сбыта никакого не происходит. Зачем тебе в таком количестве? Никиточка, смех – это ключ к успешному сексу. И когда девочка смеется, она тебе все позволяет. Ладно, братан, увидимся. Вот эта девушка садилась к Стасу в машину. Я же говорил, что видел ее только со спины. Вроде похоже, да? А она старостная? Да, я. Капитан Бубнов. Старший лейтенант Ветров. Стойте! Я стрелять буду. Уходите! Стоим, стоим. Видишь, стоим. Успокойся. Ну, ты подумай. Мы стрелять начнем. Ты стрелять начнешь. А у тебя же дочка. Правильно? Что же, она будет так из детдома? Детдом? Мне все равно не вернут родительские права. Ну, ты же даже не пробовала. А у меня тоже дочка. А? Ладно. Забирайте. Мне уже все равно. Ну, что, Анна? Рассказывайте, для чего вы приобрели незаконный пистолет? А я не скрываю. Хотела убить одну гадину. Вместе учились. Она у меня парня увела, от которого я родила. И бросила его через месяц. Он ей не нужен был. А у меня вся жизнь под откос. Это вы говорите о Марии Михайловой? Да. Ну, что ж. Мария убита. Кто-то вас опередил. Что? Мария убита? Господи. Какая ж я дура. Ну, тут возразить сложно. Но мы дадим вам шанс исправиться. Вы напишите чистосердечное признание, и мы оформим явку с повинной. С чего такая щедрость? Я сам отец. И у меня две дочки. В общем, так. Я звоню вашему начальнику. Он вам дает положительную характеристику. Вам возвращение родительских прав надо добиваться. А ерундой всякой не заниматься. Ну, а тут вы оступились. Сделали ошибку. Но серьезного преступления вы не совершили. Так, ну что, Анна все написала. Купила она пистолет в Даркнессе, но он совершенно новый из него. Не производился еще ни один выстрел. Да как так-то, а? Да, Антон, да. Я тоже получил ответ из компании Шик Блеск. Значит, в ночь убийства Марии Анна работала, у нее была ночная смена. Она убирала офис после корпората, и камеры ее запечатлели. Ну вот, Тоха, ни за что ты там пострадал-то. Очень смешно. Желаю тебе ни за что пострадать. А в итоге имеем полный ноль? Ну, подозреваемые кончились. На склад не подвезли. По подозрению, в убийстве Марии Михайловой и ее любовника Стаса Петрова задерживают бывшую одноклассницу Марии Анну Старостину. Выясняется, что Анна действительно хотела убить Марию, но не успела осуществить свой план. Мне папа звонил. Вернуться умолял. А ты? Не знаю. Это посоветоваться не с кем. Варя что-то не отвечает. Слушай, а эта Варя, она вообще кто такая? Как она появилась в твоей жизни? Подружка моя. Ну, мы с ней где-то год знакомы. Познакомились на вернисаже, а потом завязалась. По клубам вместе ходили, тусили. Ну, она классная, умная очень. Учится в сельскохозяйственном колледже. И много она о тебе знает? Ну да, мы же подружки, мы все друг другу рассказываем. Вообще, мама у меня очень хороший человек. Но, блин, как же с ней бывает тяжело. И личного пространства никакого. И так эта бедность достала. Да ладно, не переживай. Найдем тебе богатого жениха. Нет уж, если я чего-нибудь в жизни добьюсь, то только сама. Знаешь, в конце концов, с моей мачехой жить с ним легче. Ее любовник подсадил на веселящий газ. Я проснулась ночью от того, что она ржет, как лошадь. Я что, с ума не сошла? Ты представляешь? Если она тебе позвонит и назначит встречу, не ходи. И мне дать знать сразу, хорошо? Дима, ты меня пугаешь. Я не пугаю, я предупреждаю. Хорошо. Слушайте, веселящий газ в небольших дозах дает состояние эйфории и безудержного веселья. Но большой концентрацией может использоваться как медицинский наркоз. Ты сейчас это к чему? Это я к тому, что период выведения из организма закиси азота пять минут. А через двадцать минут в организме не остается и следа. Вот почему экспертиза ничего не обнаружила. Ты хочешь сказать, что Паулину и Марию усыпили этим газом, а потом и Стаса? Именно. Допустим. А кто усыпил-то? Вот. За неимением других подозреваемых возникает некая девушка Варя. Это подруга Паулины. Она была в курсе ее дел, и в том числе про веселящий газ. То есть надо искать мостик между Варей и Стасом, тогда картина может быть прояснится, да? Или узнать, связана ли как-то Варя с Марией. Возможно, тут история страсти и ревности. Леонид Савельевич, вспомните, пожалуйста, вы со Стасом вот эту барышню не видели? Видел один раз. Ну, красивая я запомнил. Стас ей передал какой-то пакет, и она ушла. А как давно это было? Где-то неделю назад. Молодцы, и зверь бежит. Варвара Кукушкина, старший лейтенант Ветров. Вы задержаны по подозрению в убийстве Марии Михайловой и Стаса Петрова. Что за бред? Какие убийства? Бред не бред, а улики-то имеются, и свидетели. Так что, давайте-ка поедем. Отдай сюда! Отдай! Ну что, пострадал? Что? Да говорю, пострадал! Пострадал! Своим поведением при задержании вы полностью изобличили себе, Варвара. Поэтому я вам очень советую проявить откровенность. Да уж, повелась на провокацию. Вы объясните, Варя, для чего вы все это затеяли? Потому что Алексей Михайлов мой отец. Так-то неожиданный поворот. Можете проверить. Мне теперь врать незачем. Мы это проверим. Вы рассказывать будете? Отец бросил маму, как только узнал, что она беременна. И ушел к той другой, у которой потом родилась Паулина. Он маме так сразу и сказал, ребенок немой. Мы с тобой вместе не жили. Я его своим никогда не признаю. И от теста на отцовство отказываюсь. Предположим. Но если бы это было месть отцу, одно дело. А зачем? Убили-то не его. Да не хотела я его убивать. Я хотела, чтобы он меня признал своей дочерью. Но пока была жива Мария и была рядом Паулина, это было невозможно. Я думала, что подкачу к нему в тяжелый момент. Окажу поддержку, помощь. И он меня признает. Другого шанса выбраться из нищеты у меня не было. Давайте-ка пройдемся по деталям. Газ вы покупали у Стаса? Да. Паулина рассказала, что у него можно достать много и дешево. Оставалось дело за малым. Все остальное я нашла в интернете. Расскажите, как вы убили Марию и как вы проникли к ним в квартиру? Да очень просто. Паулина мне доверяла. Я взяла ключи от их квартиры в ее сумке. Сделала слепки. Сделана! Сделала слепка! Гор Direбо! А Стаса вы зачем убили? Да не собиралась я его убивать. Он сам виноват по лескам. Не поняла. Ты что остановился-то? Слушай, но у меня такого не было еще, чтобы девушка у меня в машине, и у нас с ней ничего не было. Я себя уважать перестану. Ты что, ты что отвори? Ты поехавшая, что ли? Может тебя газиком угостить, а? Сам дыши. Я думала, он отключится и все. Концентрация газа в закрытом салоне автомобиля оказалась слишком высокой. Стас заснул и уже не проснулся. И что, я должна пожалеть его? Нет, не буду. Что-то мне подсказывает, что и папа бы долго не протянул с такой доченькой. Вы зачем-то еще брали газ у Стаса, да? Это уже ваши домыслы. Но в любом случае, Варвара, улик против вас более чем достаточно. Ну все, я пошла. Папа ждет. Спасибо, что он приютил мой ангел. Да я же тебе говорил, что далеко я не ангел. А, слушай, у меня были подобные истории, и обычно они все заканчивались в постели. Как откровенно. Но я так не хочу. Новая квартира, новая жизнь. Давай начнем, как нормальные люди. Поэтому завтра вечером я приглашаю. Приглашение принимается. Видишь кометы сгорающих звезд? Знай, это я загадал сто желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуев, надежд, обещаний. Я головою твоих милых ног. Губы мои тронешь нежно руками. Пусть улыбнется сияющий Бог. Пролетая над нами.